Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Виктория, это парфюмерный канал Vita Can Fly, и я вас всех здесь приветствую! Сегодня выполняем ваш запрос. Вы еще с прошлого года много раз просили, чтобы я показала все свои ароматы от белорусского бренда Delis. Сегодня я это с удовольствием делаю. У меня здесь 7 ароматов, все они бюджетные. Я искала, мониторила, находила какие-то промокоды, скидки, акции, и все эти ароматы я приобрела до 1000 рублей. На самом деле, конечно же, цены везде разные. К примеру, этот аромат я видела и за 2500, и за 2500, и за 1500. В общем, кто хочет, тот всегда найдет ту цену, которая ему нравится и которая устраивает. Я давно знакома с брендом Delis, я его очень сильно люблю и уважаю. Мне нравится, что у Delis постоянно выходят различные какие-то интересные, необычные новинки. К примеру, недавно вышла вот такая серия под названием «Букет». Там три аромата я видела, еще в голубом флакончике с лилией и с туберозой и жасмином в оранжевом. Плюс ко всему, недавно вышел вот такой симпатичный набор, в который входят миниатюры самых знаменитых ароматов от Delis. Кто уже попробовал, какие там ароматы я еще лично пока не изучала, напишите, пожалуйста, вашу точку зрения. Ну что, есть вам такая тема? Интересно? Давайте сразу и начнем. И начнем мы сегодня с вами обзор с моего любимого вишневого аромата. Это Sweet Cherry версия парфюм 55 мл. Однажды я подарила этот аромат себе на день рождения, была просто в диком восторге от него. И вот столько примерно я сносила, потому что случился настоящий парфюмерный запой. Это, конечно, отсыл в сторону любимого Тома Форда Lost Cherry. Но сразу скажу, я не воспринимаю эти ароматы как аналоги. Для меня это отдельные единицы больше. Джемоподобный. Тепленькая вишня. Такая прям вот темно-бордового цвета. Залитая ликером. Обрамлена нежностью лепестков розы. Конечно же, здесь есть цианидность миндаля. Все это делает более округлым звучанием. Ваниль. Гелиотроп. Здесь в базе еще есть тягучие, смолистые бобы тонко, древесные аккорды и мускус. Безусловно, это очень красивый, сочный, такой томный. Даже, я бы сказала, сексапильный аромат. Он очень обволакивающий. Он такой какой-то тягучий. Даже немножко смолистый. И он не теплый, он именно горячий. Вот он мне очень-очень нравится. И я хочу сказать, что он получил в свое время огромное количество комплиментов. И я, конечно же, получила много вопросов. Что на мне, что за аромат. Для любителей вишни, для любителей сочности, если вы обожаете Том Форд Лос Черри, это, конечно же, не замена. Но это аромат в стиле. Это очень красиво и хорошо. На мне он держится примерно 5-6 часов и достаточно шлейфовый. Очень люблю и очень хвалю. Я сразу хочу сказать, что ни с одним ароматом из сегодняшней подборки я не планирую расставаться. Мне все они очень нравятся. Очередная отсылка к Тому Форду. Делиз Блэк Ванилла. Точно такое же оформление. Здесь уже такой темный флакончик. Тоже 55 мл и версия парфюма. Когда он только появился у нас в России, я не читала ни отзывы, ничего не смотрела. Сразу же поскакала голопом покупать новый аромат. Помню, что заказывала его на Яндекс.Маркет, по-моему. Блэк Ванилла. Очень красивый унисекс аромат. Он именно специевый, теплый, восточный. Это прекрасный такой забористый ядрененький имбирь в окружении черного перчика и теплых всевозможных специй. Все это сверху залили таким растопленным медом вместе с карамелью и посыпали это корицей. Это очень красиво, очень объемно, необычно звучит. Конечно же, здесь есть цветок гвоздики, который обрамлен вокруг нежностью, припудренностью, легкостью гелиотропа. Я прекрасно вижу этот аромат на молодом человеке или на мужчине взрослом. И в пир в мир, как говорится. Но, опять же, смотрим внимательно за степенью нанесения. И для меня это больше аромат на холода, безусловно. Конечно же, это еще и табачный аромат. Я слышу здесь и как будто бы влажный лист табака. Тоже такой тепленький и сухой табак. Очень интересный между собой здесь переплетаются ноты. Гармоничный аромат. Ни одна нота не высверливает мозг, несмотря на то, что аромат достаточно мощный, яркий, громогласный. Если вы любите больше цветочки, воздушность, легкость, конечно, это не ваша история. Это именно такой, даже немножко брутальный, очень мега-специевый, теплый, восточный аромат. Следующий аромат Delis под номером 39. Покупала я его в январе. Давайте я заодно и покажу, как выглядит коробочка и оформление вот этих вот номерных ароматов. Симпатичная коробочка, крышечка снимается и на пьедестале черным бархатом стоит симпатичный милый флакончик. Итак, это у нас номер 39. На фрагрантике говорят, что это аналог Герлена серии Аквалигория, Перагранита. Есть у меня этот аромат в отливанти. Нет, друзья мои, если вы хотите купить Delis 39 в качестве замены перагранита, нет, они в этом отношении не похожи. Но настроение и направление у них одно. Это максимально бодрый, сочный, цитрусовый, очень красивый. Заряжен позитивной энергией и всей красотой витаминов, фруктов, аромат. Он очень классный, очень жизнерадостный. Я слышу здесь всевозможные красивые свежие цитрусы, сочные и кисленькие, и горькие, и сладкие, и терпкие. Всевозможные, всех цветов. Вот их смешали между собой, добавили нектар, груши, какие-то другие засахарные, немножечко даже такие летние пышные объемные цветы. И все это украсили асмантусом. Асмантус здесь невероятно красивый. Он не дает никаких мне персиковых, абрикосовых аспектов. Он именно здесь даже больше такой зелененький, цветочно припудренно, чайный, какой-то именно чайный асмантус здесь. Все это сверху залили нектаром груши, и очень спокойная мускусно-древесная ванильная база. Прекрасный аромат на весну и, скорее всего, даже больше на лето. Мне он очень нравится. Стойкость здесь средняя, он достаточно шлейфовый, но никак не является заменой пера-гранита. Я их даже в одном видео сравнивала, оставлю вам ссылочку. Там вы увидите мои вообще первоначальные впечатления по поводу этого аромата. Они не похожи. Покупала я его в январе, и тогда, зимой, он звучал как-то плоско, скучно, тихо. Но сейчас, в начале весны, он раскрылся другими красками и заиграл во всей красе. В целом, мне очень нравится, я довольна этой покупкой. Следующий аромат понравится многим, особенно молодым девчонкам, подросткам, всем тем, кто любит Angel Nova от Mugler. Они очень похожи по звучанию и, естественно, по направлению. Это не один в один, это не бюджетная замена или аналог, но это очень похожи ароматы, на мой взгляд. Всем хорош этот аромат, и флакон симпатичный, но у меня совершенно здесь не держится крышка. Просто она болтается, и аромат, соответственно, даже не закрыт качественно. Я такое не люблю, ругаю за некачественное оформление. Такой простенький флакончик, есть такой еще и мужской в данной серии. Если вы с ним знакомы, напишите, пожалуйста. Вот видите, я им очень хорошо пользуюсь. Классный, очень сочный, фруктовый, розный, цветочный, яркий, красивый, женственный, немножечко инфантильный аромат. Это хрустяще-сочные, сладковато-кислые личи. В перемешку с цитрусами добавили нежный, мягкий лепесток розочки. И в базе это тепленькая, слегка тепленькая амбра и мускус. Мускус здесь я слышу, но он очень спокойный, очень тихий, он не животный, он не противный. Просто обычный, среднестатистический мускус, который не выносит мозг. Приятный аромат, особенно хорошо он раскрывается именно в тепло. Я не могу сказать, что у него супертехнические характеристики. Он достаточно скромненький. Часа четыре я его от себя слышу, но он тоже для меня шлейфовый. И для любителей, как я сказала, фруктово-кисленьких, сочных направлений, я думаю, что он подойдет. Также один из моих ярких любимчиков у Дилис, это, конечно же, вот эти вот номерные флакончики. Это у меня уже девочки-мальчики. Второй флакон. И это флакон, который уже наполовину пуст, так что это прям большой показатель при моей большой и огромной коллекции. Дилис под номером 30. И все девочки, которым я его рекомендовала, все его оценили и купили повторно. Дилис номер 30. Если любите императрицу от Дольче и Габбана, то он вам, скорее всего, зайдет. На моем канале нет ни одного плохого слова про императрицу, потому что я, честно говорю, и открыто, я люблю, я обожаю этот аромат. И у меня есть новая соточка, в коробочке лежит, ждет своего часа. Если вы не любите императрицы, вот те немножечко слегка подгнившие фруктики и арбузик, вот если вам это не нравится, то присмотритесь к Дилис 30, потому что здесь этого нет. Оставили всю красоту императрицы, без вот этих вот тухленьких ягодок, и создали Дилис. Он и стойкий, и шлейфовый, все в нем хорошо. Хорошо, это свежий, сладкий, фруктовый, немножко такой даже летящий аромат. Это арбузик в окружении розочки, белых цветов, цикламена прохладно, такого хрустального, какого-то стеклянного. И что здесь еще есть у нас, про арбуз я сказала, кстати, я не очень люблю арбуз в парфюмерии, здесь он очень хорошо, свежо звучит. Все это сверху полили соком киви и красной смородинки. Прекрасно, женственно, легко, воздушно, необычно. Я однозначно рекомендую вам Дилис номер 30, если любите императрицу. Вот здесь я бы сказала, прямо отличный, отличный аналог, в какой-то степени он даже чуть лучше, чем первоначальный аромат. Следующий аромат интересен мне тем, что сначала я купила его, чтобы познакомиться с первоначальной композицией. Мне он понравился, и я купила Хьюго Босс Дип Ред. Как вы понимаете, это и есть его аналог. Номер 24, Дилис номер 24. Вот такая вот темненькая водичка. Ну, он у меня такой настоявшийся красавчик. В моей коллекции, наверное, он года 4, может быть, даже больше, не помню. Ну, этот достаточно такой тяжеленький аромат. Мне кажется, он немножечко возрастной. Я такое люблю. Это красный, ядрененький, терпковатый, даже горьковатый апельсин в окружении черной смородины. Она такая, здесь прямо такая явственно вычленяемая черная смородина. И ягодки, и листочки без котиков. Я все время говорю черной смородины без котиков. Это яркий, такой немножко дерзкий, кисло-терпковатый, даже горьковатый красный апельсин в окружении громогласной черной смородины. Она такая прямо вот фиолетово-черная, что черная смородина, глянцевая, блестящая. Все это окружено огромным количеством имбирности. Вот здесь имбирь, мне кажется, и кусочки, и сок имбиря, и какая-то ботва имбиря. Как вообще это выглядит, я не знаю, но вот здесь очень много-много имбиря. Все это округлено цветочными акцентами. Здесь, по-моему, жасмин, тубероза и гибискус. Вот я точно помню, что здесь такие интересные цветочные сочетания. И простенькая база, ванильно-мускусно-древесная. Я люблю этот аромат. И, конечно же, Hugo Boss Deep Red у меня в почете именно в холодное время года. В целом, если хотите неплохой аналог, присмотритесь. Это очень даже хорошо. И последний аромат, завершающий данную подборочку. Одновременно это и моя новинка. Купила буквально его пару дней назад. Это интересный аромат из серии букет, ирис и нерали. Как я уже говорила, там есть в данной серии еще два аромата. С лили, с туберозами, жасмином. Мне понравился именно этот по описанию. Для меня это больше домашний, уютный, пижамный, интерьерный аромат. Он мне ничем не раздражает. Он такой больше натроенческий для меня. Великолепно подойдет на весну. Сразу скажу, здесь низкие технические характеристики. Это именно туалетная водичка, легенькая. Не возлагайте больших надежд на этот аромат. Он просто милый, он просто симпатичный, он хорошенький. Для меня это, конечно же, безусловно, нежный такой, припылено-суховатый ирис. Даже ирисовая пудра больше. В окружении черной смородинки. Плюс здесь есть сладковатая груша. Белые цветы, нерали, но какие-то, мне кажется, еще здесь есть другие белые цветы. Такая охапка пышная из белых цветов. К базе он немножечко засахаривается, становится более плотненьким и сладеньким за счет пралине и ванили. Вот ванили здесь немножечко такая слегка-слегка-слегка сладко-кондитерская, я бы сказала. Как будто даже ванилинчик, да, больше так. И какие-то легкие древесные аккорды. В целом звучит гармонично, ладно, это несложный аромат, несложно сочиненный, его не хочется разгадывать. Еще раз повторюсь, это просто милота. Вот хочется, когда себя порадовать, чем-то таким приятным. Там, кстати, еще была очень симпатичная коробочка, вставлю, конечно, картиночку. Вот я прибегаю к таким ароматам. Я знаю, что я точно буду им пользоваться. Я знаю, что вот я поставлю себе его на тубочку рядом с кроватью. Может быть, перед сном или утром для хорошего настроения я смогу его на себя нанести. Ну что, мои дорогие друзья, мы с вами близимся к завершению данного видео. Я рассказала вам про 7 ароматов от белорусского бренда Delis. Мне нравится, что Delis постоянно радует своих почитателей, своих поклонников различными интересными и необычными новинками. Но все же мне бы хотелось, чтобы основной ракурс внимания был направлен на создание своих необычных ароматов. Я думаю, что Delis с этим бы точно справился. Аналоги или ароматы в стиле или в духе тоже очень хороши. Ни в коем случае не смогу их ругать, а только лишь хвалю. Я очень люблю все свои флакончики от Delis. Они у меня стоят в парфюмерном шкафу, и рука к ним иногда по настроению, конечно же, тянется. А я благодарю вас за внимание. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение про ароматы Delis и про это видео. Если вам понравился обзор, не понравился, какие ароматы вы взяли себе на заметку, я с удовольствием ознакомлюсь с вашей точкой зрения. Спасибо за внимание. Увидимся совсем скоро в новых видео. И с вами была Виктория. Пока-пока.